Мировое господство Дисклеймер События в данной книге разворачиваются в альтернативной истории и в альтернативном будущем, где многие конспирологические теории оказались правдивы, имеющие свои законы, начиная с политики, заканчивая законами физики и природы. Также в книге полно астросоциальных тем, которые могут оскорбить ваши чувства и противоречить вашему мировоззрению. Все реальные имена случайны и не переплетаются судьбами реальных людей. Все в нем описанное является мнением автора, с которым вы можете быть не согласны. Обсуждаемые идеи в книге являются не более, чем пищей для размышлений. Перерождение Последующие пять лет Кейн занимался развитием своего боевого опыта. Для начала, несмотря на ненависть к штатам и к их военным силам, он пошел в армию. Потому как военное образование для него было необходимо в любом случае. И к его огромному сожалению, в США она была как нельзя кстати. Возможно, это даже к лучшему, ибо в другом случае Кейну пришлось бы снова переезжать в другую страну. Честно сказать, он думал, там будет намного труднее. Доказав командирам свою непоколебимую дисциплину и наилучший результат в своем взводе, он остался на второй год, дабы свои результаты улучшить минимум двухкратно и стать лучшим бойцом чуть ли не во всем батальоне. После армии устроился на курсы по военному обучению в виртуальной симуляции, которая, по заявлению многих, развивает военное образование намного эффективнее, чем поход в армию. Но для обучения все равно было необходимо первое. Правда, когда Кейн увидел транслятор симуляции, он был в смятении и спросил, как себя, так и создателей устройства, почему данная технология не распространяется на обычных граждан? На что ему ответили, мол, данное устройство было запрещено эксплуатировать для продажи гражданам. Почему? Потому что оно слишком дорогое для производства, да и материалы к ней редко встречались в природе. К тому же, слишком долгое нахождение в симуляции грозит проблемами для психического здоровья, например, дезоритация в пространстве, визуальные и слуховые галлюцинации, шизофрения и многое другое. Но и не стоит забывать про обязательный год службы в армии. Поскольку пока не было придумано действительных методов ограничения использования устройства, было решено его не пускать в массовое производство. Кейн поначалу использовал аппарат в пределах ограниченного времени его использования. Затем, с каждым разом он находился в нём всё больше и больше, игнорируя предупреждения гидов. Однако, проходили недели, после уже месяцы. Никаких симптомов у Кейна не наблюдалось. Но тут стоит отметить, что Кейн с каждым разом с виртуальными врагами обращался всё более изощрённо. А его жестокость не на шутку пугала наблюдателей. Попутно Кейн записывался на экстремальные тренировки по самым опасным боевым единоборствам и на обучение поведению боя мечом. Спустя четыре года изнуряющих подготовок, параллельно работая в ночной смене докторов наук по созданию кибернетических конечностей для людей с инвалидностью в популярном университете самого Вашингтона, Кейн начал закупаться необходимыми для него материалами. Естественно, нелегальными путями. Хотя кого вообще когда-то интересовала власть над всем миром честным путём? На войне, как на войне. За неделю он собрал себе самого первого андроида. Это был лишь спарринг-партнёр, который, правда, через месяц уже заменил для Кейна все времяпровождение на тренировках. После этого он начал думать, какое бы ему придумать оружие, способное защищать его в открытом бою. Да и вообще, в любых условиях. Заодно уничтожать целые армии, сменять танки как бумагу и летать с такой скоростью, с которой летают быстрейшие самолёты мира. Он вспомнил, как в детстве всегда воображал себя суперменом, сокрушающим своих врагов. Очень жаль, что суперсил не бывают в реальности. С помощью них можно было избавиться от многих проблем. Правда, как это обычно бывает, использовали бы их как оружие в корыстных целях. Поломав голову, какое-то время Кейн решил не бездействовать. С горем пополам начал собирать что-то вроде брони, в теории способной защитить его от любой напасти и даровать ему небывалую силу и могущество в битвах. Первую модель он создал всего за пару недель. Она была собрана из мусора и из других попадавшихся под руку материалов, а металл исполнял лишь роль фундамента. Костюм мог разве что усилить физическую силу оператора двукратно и защищать его от пуль пистолетного калибра. Шлем был также грубо сделан и имел большую смотровую прорезь. С помощью него Кейн ограбил пару банков, дабы у него появилось большое количество качественных ресурсов для улучшения костюма. В народе Кейн получил прозвище «Железный грабитель». Он оказался самым разыскиваемым человеком в штате. Вторая модель получилась заметно лучше. Первое, что необходимо отметить, это улучшенную подвижность и ещё более усиливающую силу функцию за счёт улучшенной гидравлики. Теперь в нём можно было почти без проблем снести кирпичную стену или швырнуть легковой автомобиль. Также Кейн установил по паре винтовок FNF-2000 и пару миниатюрных огнемётов на запястье. Небольшие шланги к последним тянулись с бедренного каркаса, где расположились баки с туплевом. Шланги были покрыты довольно толстым бронированным слоем, заканчивавшихся уже защитой самих баков от любых возможных повреждений. Самого топлива было достаточно, чтобы извергать пламя непрерывно целый час, а ещё пояс с 10 гранатами М67. С этой версией он без проблем мог отбиться от полицейского и даже военного спецназа, ибо костюм выдерживал патроны винтовочного калибра. Разработка третьей версии велась намного дольше. На неё ушло порядком 3-4 месяца, но оно того стоило. Её отличительная черта от предыдущих версий – наличие высококачественных систем защиты, позволяющие поглощать кинетическую энергию извне за счёт своей активности, благодаря которому оператору в костюме практически ничего не угрожало. Системы для ведения открытых и скрытых боёв, и, конечно же, системы жизнеобеспечения. А ещё была добавлена маскировка. Хоть где-то пригодились знания в плане компьютерных систем, которые мы обучали в обеих вузах. С этой моделью Кейн совершал различного рода диверсий в разных базах Соединённых Штатов, как знак протеста против власти. Порой такие выходки действительно вызывали нужную реакцию среди толпы, призывая некоторые группы восстать против мразотного государства. А за ними уже демонстрировать миру то, как шавки американского правительства избивают требующих справедливости людей. Причём, по закону жанра, били исключительно белых, на чёрных старались даже косо не смотреть, ведь у нас равноправие и демократия. Кейн решил дать название своему детищу. Боевой тактический костюм. БТК. Через какое-то время Кейн решил ненадолго отложить разработки новых моделей костюма и начал искать всяческие повстанческие движения. Благо, после тех диверсий, что он устроил, по всей стране люди начали формировать группы и движения против псевдодемократичной партии США. Но Кейну повезло вдвойне. Дело в том, что он нашёл целую военизированную организацию, работающую подпольно в ЦРУ. Ребята преследовали цели устраивать массовые диверсии, устранять коррумпированных чиновников, предпринимателей, депутатов и прочих политических сторонников кровавого капитализма. В случаях огромного везения, даже президентов, как это было, например, с Кеннеди. Да, вы не ослышались. Эта организация существовала ещё в период Холодной войны. В принципе, она почти является ровесником Советского Союза, но называли её Перерождение. Её члены звали себя Детьми Будущего, а если коротко, Уэл. Должно быть, вы спросили, как Кейн узнал о её существовании, если оно пряталось под ЦРУ настолько умело, что из властей никто не подозревал о её существовании уже вторую сотню лет. Здесь необходимо разложить всё по полкам. Кейн – самый умный человек на планете. Когда он учился кибернетике, благодаря бешеному желанию добиться поставленных целей, он уже был умнее Эйнштейна и всех остальных учёных мира. Потому для него не составляло особых трудов пробить портал об информации подразделения, где он и нашёл Уэл. Обычный IT-специалист, раская по нему, не заметил бы ничего подозрительного. Кейн же, имея при себе многолетний хакерский опыт, сразу заметил подвох, скажем, неполноценности сайта. Чуть позже он узнал, что участников подразделения, даже несмотря на их анонимность, зовут совершенно не так. Сами они являются людьми, которых не существует. Убитые, погибшие в несчастных случаях, пробавшие без вести. Разумеется, всё это лишь формально и на бумагах. Эти люди намеренно залегли на дно, стали совершенно другими людьми и, по сути, пожертвовали личной жизнью ради идеи и правды. Когда Кейн пришёл к ним и рассказал, кто они такие на самом деле, то те его, схватив, сразу начали ему угрожать с допросами, обчистив карманы и не найдя ничего, что могло бы выдать его как полицейского, наёмника, члена частной военной компании или любого другого представителя какой-нибудь спецслужбы, или ему, наконец, дали выговориться. Кроме того, Кейн ещё мог мастерски убеждать людей подчиняться его взглядам и мировоззрению, конечно, при условии отсутствия твердолобы упрямости у собеседника. Он смог убедить их в своём приходе не со злыми намерениями, и что цель его визита состояла в вербовании себя в их ряды. Учитывая все его навыки с опытом, он того не осознавая уже был среди них самым лучшим, что даже спокойно мог стать их лидером. Он бы мог и показать им свой костюм, но не стал этого делать. Долгие годы развития паранойи дали свои плоды. Так Кейн стал членом перерождения, заодно начав получать большие деньги, находясь хоть и формально, но под прикрытием ЦРУ. Ещё он узнал, что перерождение сформировалось кругом лиц незадолго после завершения Второй мировой войны. Как ни странно, изначально она была обычным коммунистическим движением и неким посольством СССР на территории США. А когда началась холодная война, то её чуть не прикрыли. Лишь чудом её организаторам удалось избежать и решётки, и дальнейшей казни. Тогда они поняли, так дело идти дальше не может. И перерождение превратилось из обычной миролюбивой общины, которая была вдохновлена советским коммунизмом, а потому искренне хотела настоящего равенства вокруг в военизированную группу. Слово перерождение – это метафора. Сравнение человека с мифическим существом Фениксом, что полностью сжигает само себя и рождается заново, но рождается уже совершенным существом, сохраняя при этом все свои знания, накопленный опыт и умения с прошлой жизни. Каждый человек, вступивший в ряды Уэл, обязан пройти обряд просвещения. В качестве данной процедуры человек должен пролить кровь со своей ладони на поверхность символа Феникса, расположенной под главной штаб-квартирой ЦРУ в Вашингтоне. Тем самым, человек полностью отдает свою жизнь на службу истинной правде и правильным ценностям. В их ряды в основном входили дезертиры, разочаровавшиеся в своей стране и в своем правительстве бывшие военные, понявшие, что их лишь использовали и выкинули на свалку, ну и в конце концов люди, желавшие справедливости и настоящего не только на словах, но и на деле величия и равенства в своей стране. Среди них было немало тех, кто лишился таких частей тел, как ноги, руки, глаза и тому подобное. Но как не иронично, именно финансирование правительством перерождения, которое от написанного на бумаге слова ЦРУ, пьянило о собственной наивности и завозили группе не только деньги, но и бионические и кибернетические протезы. Для солдат и агентов, имевших инвалидность. За последний пятый год Кейн для Уэлл доказал не только свою преданность и далеко не бесполезность, но и смог смастерить четвертую версию костюма. Четвертая модель стала действительно тем, что представлял себя Кейн. Неостановимое оружие войны. Мало того, что в костюме было улучшено все то бывшее из других версий, он добавил еще много нового. Наконец костюм научился летать с той скоростью, с которой обычно летают самые быстрые реактивные истребители мира. Добавлен огромный складной меч длиною в 120 сантиметров. В конце концов, огромный набор оружия, начиная от парк пулеметов М134, заканчивая посаженными на лопатки выдвижными гаубицами, начиная от винтовок с самонаводящимися полями, заканчивая раскладным дробовиком, способным пробивать толстые стены. Он был готов. Пять лет подготовки вели его к этому. Пришло время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok